Капитальный ремонт в яслях садков высокого начали с 6 весной. Объем работ достаточно большой. Подрехтовка самого будинка, замена даха и внутреннее оздобление. Боистот замест былого бассейна, который уже долгий час не працует, будет помешкание для додатковой группы с 20 хлопчиков и девочек. Необходимость назрела уже давно, лет 15 назад, а то и 20. Не было капитального ремонта. Поэтому мы очень ждали этот момент. Наконец-то дождались. Мы очень рады. Хотя, конечно, вы уже видели, какие ремонтные работы проводятся. Большой объем работ везде. Везде работают, везде делают люди. И, конечно, мы ожидаем красивый, благоустроенный новый детский сад. Завершение работ с нетерпением ждет уже хори высокого. Увести эксплуатацию будинок плановится на початку вересня. Дети должны расти в соответствующих условиях. И чтобы они видели, если они выросли в порядке, они также будут потом порядок везде поддерживать. Частоту и порядок. И поэтому и полы надо новые, и окна, чтобы были современные, хорошие. И игрушки. Верянды. Площадка детская. Игрушки, которые можно копаться в песочнице. Ему сейчас год, через два года пойдет, мама его планирует отвезти в садик. Думаем, все будет хорошо, ему понравится. Еще один адрес, где худко распашнутся будильничные работы – Центр додатковой эдукации детей и молодых высоких. Капитального ремонта тут не было больше за 70 годов. Необходимость в ремонте была большая, потому что здание было построено в 1945 году. И капитального ремонта в сей день не проводилось. Будет заменена проводка, штукатурена, шпаклевана, замена полов. Будет сделан полностью капитальный ремонт здания. Замена крыши, замена окон, замена дверей. То есть внутренняя отделка полностью и наружная, соответственно. То есть ожидаем самого лучшего. Этим летом в области капитально отремонтуют 49 установок эдукации. За местных бюджетов на эти меты выдатковано около 8 миллионов рублей. Новый десертский садок и школа-сад обещается открыть с 1 вересня. У Брестских микрорайонах Павднево-Заходні-2 и Павднево-Сходні-Шатири. Евгения Марус, Владимир Казаков, телерадио-компания «Брест».